Зима всегда была испытанием для нашего человека. Холодно, голодно, темно. Потому приход весны являлся очень радостным событием, которое обязательно нужно было отпраздновать. Древние верили, что молодой весне сложно одолеть старую коварную зиму. Чтобы помочь весне прогнать зиму, устраивали весёлые гуляния на масленицу. С вами программа «Актуальное интервью». Я её ведущая Елена Семёнычева. У меня в гостях владыка Нарьинмарской епархии, епископ Иаков. Здравствуйте. Добрый день. У нас подходит к концу масленичная неделя. Масленица — это славянский традиционный праздник, отмечается перед Великим постом, сохранивший в себе в обрядности ряд элементов славянской мифологии. Можно, пожалуйста, вас попросить немного подробнее рассказать нашим телезрителям об этом замечательном празднике? Ну, на самом деле, здесь вы сразу путаете разные и даже противоположные понятия. Языческое представление о масленице и христианский период подготовки к началу Великого Поста. Одно название, а смысл совершенно различный. Да, масленица вошёл в этот праздник, в быт вообще православной церкви, и, конечно же, русской, потому что это славянское русское слово, показывает, что на протяжении этой недели, этих семи дней уже не вкушается мясо. Отсюда и масленица, то есть сопряжённый с этим периодом уклад, обычаи, определяют состав трапезы. Это молочное блюдо, масло сливочное и, конечно же, блины. В языческом представлении то, о чём вы начали говорить, действительно одухотворяются, олицетворяются стихии природы и времена года в том числе. А в православном и христианском осмыслении, конечно же, нет. Ну, сразу укажу на некоторую ошибку. В быте нашего народа зима была нетрудным временем, наоборот. Те, кто трудился летом, весной, собирали богатые урожаи, и наоборот. Зима была временем отдохновения. Совсем другой смысл был. У епископа Игнатия Бринчнинова есть замечательное произведение «Зимний сад». Он вдохновенно и очень глубоко раскрывает состояние природы. Глазами христианина, богослова, вообще человека, который взирает на тварный мир, на природу, как дело рук Божьих, которые исполнены благости и каждое время года несёт глубочайший смысл и в человеческой жизни, и для постижения благого промысла Творца. В Священном Писании есть такие слова «Лето и зима не приедут, никогда не окончится». Почему? Потому что этим означено драгоценнейшее сокровище человеческой жизни — время. Синека в одном из писем своему другу Луцилию говорил так. «А всё у нас чужое, друг мой Луцилий, и только одно время наше». Вот есть в Священном Писании, в Библии такие слова, которые передают о том, что и время есть тварное создание. Это как мехи, как некое вместилище, которое только человек наполняет своим смыслом. Время — общая река. Секунды текут для нас и для каждого человека одинаково. А вот то, что мы вкладываем в это хранилище, безусловно, только наше деяние личное. И это никто от нас не может отнять или украсть, или похитить. Вещественное достояние может быть забранного человека. А вот то, что мы делаем, как мы мыслим, как мы чем наполняем своё время — вот это наше сокровище. И потом это сокровище останется с нами навсегда. Если кто-то собирает злые плоды, думает о плохом, совершает недолжные, порочные поступки, да, он будет пожинать то, что сеял. А те, кто с добром проводит время, конечно же, они обретут благость. Поэтому и зима не в меньшей степени, чем лето, чем весна, чем время трудов, имеет очень глубокий смысл для человеческой жизни и благословенный смысл. Поэтому праздник, который мы называем сейчас по-славянски «масленица», он имеет в нашем быту христианской жизни глубокий, радостный и подвижнический смысл. Это не означает, что мы должны насыщать своё тело и больше ничего не думать, потому что скоро наступит пост. Ничего подобного. И вот церковь выстроила ритм жизни, так организовала время, чтобы человек всегда мог стяжевать доброе, наполнять это время правильными и поступками, и делами. Потому что даже само слово «праздник» имеет ведь глубокий смысл. Это не означает ничего не делания, как привыкли люди думать сейчас. Вот настало время или выходные, я не буду ничего делать, буду только лежать, смотреть телевизор, сколько угодно и что угодно есть. Это не праздник. На самом деле слово «праздник» славянское, русское, имеет смысл свободы. Мы освобождаемся, то есть праздный, свободный. Мы освобождаемся от суеты, от суетности, от того даже, что представляет необходимость вещественных трудов, чтобы мы стяжевали хлебность насущной. И мы тогда, потрудившись неделю в рабочих днях, мы обретаем праздник для своей души. Мы остаемся свободными от бремени и повседневных трудов для того, чтобы эту свободу наполнить молитвой духовной жизни. Вот какой смысл праздника. И Масленица тоже не чужда этого значения. И это не просто разгулье, катание с горок. Это всё должно быть. Но всему своё время и всему свой возраст. Поэтому человек взрослый, достигший лет совершенных, он должен просто не только понимать, не отдавать себе приказ и говорить, что вот я должен буду так и так проводить эти дни. Нет. Это должно стать в результате воспитания, примера родителей. К сожалению, вот это и главная проблема. Потому что чему сейчас могут большинство современных родителей научить своих детей? Они делегировали эту функцию телевидению в том числе, может быть, в школе, может быть, каким-то другим социальным институтом. А ведь родительского примера, слова, назидания и воли никто и ничто не может заменить. Оно первостепенно. Ну, конечно. Поэтому всё должно становиться на своих местах. И поэтому дети, когда катаются во время этой недели, предположим, на горках, играют, радуются к приходу весны. Это должно быть. А у взрослых должен быть другой смысл праздника. Потому что они взрослые. Потому что они не впавшие в детство великовозрастные люди. А их душа наполнена и жизнью высшим смыслом, который и свидетельствуется, в том числе и ритмом течения времени. Если говорить о празднике, как языческой составляющей витаминовой масленицы, этого праздника, обычаи, которые существуют, являются ли они каким-то противоречием немного со стороны церкви? Ну, естественно. Поэтому точно так же, как язычество само по себе отрицает христианство. В язычестве главным является одухотворение стихии сил природы. Ну, например, на Востоке, в Японии, вообще безудержное, безграничное одушевление. Потому что там и гора, и камень, и дерево в этой системе религиозных воззрений синтоистами почитаются как носителями некой духовной сущности. То есть синтоисты полагают, что любой предмет, любая вещь имеет свою душу. Да, но и душу духовную. Это, конечно, искажение. Искажение сути творения. Потому что, если мы откроем шестоднев Василия Великого, он не утерял свое значение абсолютно до настоящего времени. Мы увидим или точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина. Это VII-VIII века. Мы увидим, что вот эта градация, она так точно описана и выражена ее суть между животными, неорганическим миром, органическим человеком. Мы увидим, что наука может только больше и больше пояснять в частностях, а основы остаются незыблемыми. И даже более хочу сказать, наука все время идет по пути, если говорить о серьезной науке, подтверждение этих извечных богословских, и не богословских, лучше сказать, а жизненных истин. Вот у Антония Великого, а это действительно великий святой, который почитает и западный мир, но он православный. Он жил в глубокой древности, это IV век, был великим подвижником, монахом, аскетом, учителем многих иноков. У него есть замечательное выражение. Наука рождает веру, то есть приводит к вере. Я, честно говоря, не могу представить серьезного ученого, который бы веру отрицал. Это узкий, слепой взгляд и даже ущербное мировоззрение. И вся история науки на самом деле подтверждает эту истину, высказанную преподобным Антонием Великим. Другое дело, что религиозное воззрение мог быть ложным, ну как у Исаака Ньютона. Он же был очень глубоко верующим человеком, но он был алхимиком. Это религиозная концепция, которая, ну, противоречит естественно христианству. Вот поэтому он и сам не принял, вопреки уставу Королевского учебного заведения, академии, которое он сначала был, а потом возглавил. Вот такие обстоятельства. А относительно праздника Масленицы, ну, конечно, и не только у нас на Руси, это вопрос был. Если мы откроем Златоуста, это пятый век, начало пятого века, мы увидим, как он говорит, что люди, христиане, увлекаются этими зрелищами, языческими праздницами. Потому что, ну, для мира всегда существовал такой соблазн хлеба и зрелищ. Поэтому, в принципе, и наша языческая Масленица, языческая, а не христианская, в общем-то, очень четко показывает этот всегда современный, но всегда неистинный смысл такого праздника. Как церковь и лично вы относитесь к этому празднику? Ну, как? Вы имеете в виду языческому? Да, вот к языческому, да-да-да. Со всеми с этими обрядами. Ну, понимаете. С объеданиями. Ну, конечно же, хвалить крайности или заблуждения человеческого ума, или обычаи, не ведущие ко благу, невозможно. Даже не только мне, как епископу, или как любому христианину, но и любому здравомыслящему человеку. Потому что разгул страстей приводит к плохим последствиям. Ничего здесь нового я не скажу. Это объективная истина, и она понятна каждому человеку, который даже не участвовал, а просто видел. Ну, смотрите, если человек объедается, да? Это ведь грех? Ну, объедение, конечно же, грех. Как потеря меры подкрепления своих физических сил. То есть здесь мы уже подходим к другому, очень важному понятию, которое сопряжено тоже с языческим представлением о таком празднике. На самом деле и древние цивилизации, они имели и Рим древний, и в Вавилоне, и в Египте. В Египте уже это получило распространение на все семь дней. А так был пяточисленный период времени, когда во время таких праздников, предшествовавших главным, они обычно связывались с приходом весны, естественно, потому что люди этих языческих древних цивилизаций обожествляли творения, и обожествляли эти сами периоды. Они считали, что зиждительная сила имеет личностную сущность, земля, как стихия, вода, воздух, огонь. И вот эти проявления этого сущностного, тварного начала, они и регулируют все в жизни. То есть не было Бога, как Творца Вселенной, а были множество божеств. И эти, ну то, что мы знаем, карнавал, и современный карнавал, ну не только. Европа, потерявшая христианские основы бытия, она наполняет свою жизнь вот этими забытыми, отвергнутыми христианской цивилизацией. А теперь при утере веры, мы видим, что творится в Европе. Эти непонятные, так сказать, однополые браки, эти смещения истин просто человеческой жизни, это смешение добра и зла, это помноженные на выгоды политические, меркантильные, это разрушение вообще семейных традиций. Ну разве может христианин представить, как нормальный уклад жизни, брачный контракт? То есть соединяют, оказывается, деньги, а не любовь, как дар Божий, зиждительный, творческий и жертвенный, двух супругов, двух людей. Но это же для нас даже не смешно, конечно, очень печально. Но ведь это реальность мира, утерявшего веру, формально продолжающего оставаться якобы христианским, а на деле это сокровище веры утерявшей. Так вот, эти празднества языческие, о котором, в данном случае мы говорим о масленице, они были во всех языческих цивилизациях, и именно такой смысл несли. И это безудержное не просто веселье, а вовлеченность целых народов. Вот такие, на самом деле, вакханалии, историки знают, о чем речь, они приводили неизменно, и даже целью было, просто смешение и отмена всех понятий нравственности. Так было и в Древнем Риме. Кстати, вот каникулы, от чего это происходит? От того, когда в созвездии пса восходила звезда с наступлением весны, начиналась весна, каникулы, канец по-латыни, собака, в созвездии пса эта звезда появлялась, начала светить ярко, как бы была такой вехой временной. И это были, ну, оргии, на самом деле. Точно так же в Древнем Вавилоне, точно так же в Древнем Египте. В рубежной литературе очень много написано. Ну, я думаю, что историки много сделали для осмысления этого. Правда, они сделали фактографии, описания, а не осмысления зачастую. Вот в этом нужно, конечно, правильно понимать, что стоит за теми или иными историческими реалиями и несущими, конечно же, религиозный, а соответственно и духовный, и нравственный смысл. Он может только быть со знаком плюс или со знаком минус. Поэтому наши славянские представления — это чучело, сжигание, ну, ничего там особенного, кроме внешнего интереса для образованного человека нет. Для детей, может, это интересно. Если люди наполняют это, этот обычай, языческим смыслом, он душепагубным становится. Если говорить про этот обычай, он сопряжен с церковным обрядом, как обряд, я не знаю, как правильно он называется, прощенное воскресенье. Нет, языческий не сопряжен. Не языческий, а по факту. 13 марта, вот у нас на Римаре, и сожжение чучела на главной площади, и прощенное воскресенье служба в церкви. Ну, знаете, я что хочу сказать... Пока мне, прошу прощения, вот людям перейти от гуляний и пойти, если человек хочет и весну вроде бы, зиму проводить, и все-таки и на службу сходить. Как можно? Ну, здесь немножко о другом речь. Нельзя быть и христианином, и не христианином. Понимаете? А если он христианин человек? Если христианин, то сжигать чучело, он не пойдет никогда. Понимаете? То есть выбирать надо? Ну, мы всегда выбираем. Мы в жизни всегда выбираем. А потом, почему мы связываем только вот этот день или этот период? Вот воскресный день. Так же выбор. Одни люди идут в храм, другие спят или лезут в холодильник для того, чтобы как что-то вкусное достать и ни о чем больше не помышляют. Вот и все. То есть вы считаете, что это в принципе неуместно? Я считаю, что есть действительно принцип не как жесткая дисциплина, а как смысл человеческой жизни. И христианин никогда не будет следовать языческим обычаям, потому что они несут негативный смысл с точки зрения веры. Вот если мы вспомним историю, императоры-язычники говорили, веруйте во Христа, но только бросите щепотку Ладана на алтаре Зевца или Дианы. А так веруйте, пожалуйста. Ну и что? Люди отдавали за это жизнь. Мы сейчас почитаем их как мучеников не потому, что вот они явили стойкость веры до конца и отдали свою жизнь. Не только поэтому, это лишь внешняя сторона. Потому что, может быть, и другие примеры. Сколько угодно на случаев, когда люди отдавали жизнь за ложную ценность, между прочим. Конечно. И свидетельство того, что подвиг мучеников в этом исповедании веры, он является благодатным и святым подвигом, это чудеса, которые исходили от этих мощей. Потому что, ну, здесь мы уже должны говорить о другом, о благодати, о силе Божией. Не как самовнушение, как некоторые люди предполагают или предпочитают мыслить о том, а действительно проявление божественной силы, которую мы называем благодатью. Поэтому в данном случае прощенное воскресенье, как последний день перед началом Великого Поста и масленица, и сожжение чучела, ну, это то же самое, что есть два пути всегда в жизни. Один идет человек в храм, потому что это воскресный день. Потому что его смысл жизни воскресенье, которое он сейчас уже ощущает из своей души, из своей жизни, и он на пути к этому полному воскрешению, который даровал нам Христос. А другой идет в ресторан или ночной клуб. Тот же самый день. Поэтому каждое воскресенье, по сути дела, и каждый день есть выбор для нас. Только этот выбор должен быть не мертвой дисциплиной, а живым свидетельством смысла, который человек несет в свою жизнь. Потому что и тот, который идет в ночной клуб или в ресторан, у него тоже, он бессмысленно идет, у него смысл есть, только он другой, и он приходящий. Потому что насытить тело насытить душу временным, или суетным, или даже греховным невозможно. Почему люди так иногда прилипляются к этим злачным местам? Потому что они не могут обрести насыщение. Едят, на следующий день просыпаются голодным. Да? А благодать действует по-другому. Она насыщает. И человек успокаивается, обретает мир. А когда нет этого мира и нет этого духовного насыщения, человек думает, ну вот сейчас, сейчас я этого достигну. Успокоение. Я вот сейчас наемся, я сейчас напьюсь, я сейчас удовлетворю все свои страсти, и мне будет хорошо. И удовлетворение не наступает. Потому что душа человеческая создана быть вместилищем Бога, а не пищи тлены. Вот если говорить про Масленицу, то многие ее обряды, вот такие как целовник, столбы, вот это катание с горки на упряжках, шуточное исследование холостых, с плодовитостью, непосредственно связано. Я знаю, что это Масленица, этот праздник, и вообще весна, да, связана с плодовитостью. Ну, это мы опять возвращаемся к языческим представлениям о том, что одухотворение, олицетворение стихии и времени должно отразиться в благобытии. Это всегда был культ плодоношения, скажем так. Но вот пост, если язычники вступают весну в разголе страстей, то христианин, да, мы как бы подготавливаемся, мы не закрываем от себя этот мир, который создан и благим, и во благо человека. Только им нужно благостно и пользоваться. Понимаете? Поэтому это не означает, что христианство или православие отвержение мира, которое создал Господь. Нет, конечно. И радость, она отличается настоящей полнотой. То есть полнотой и бытия, и трудов, и насыщения. Только это наполняется настоящим смыслом. И вот если язычники в этом всплеске страстей, стремясь так отпраздновать в удовольствиях полагают бесконечный, как им кажется, путь достижения этих удовольствий, мы наоборот, мы подготавливаем себя к поприщу Великого Поста. Ну, здесь очень простая, мне кажется, аналогия и плодотворная. Если садовник посадил деревце, да, это вот как раз то, что как раз и говорит о плодородии, да, и оно обильно зацветет. Что делает садовник? Он обрывает эти цветы. Почему? Потому что не своевременное, когда еще деревце и набрало силы, цветение может ее погубить, даже совсем. Или настолько истощить, что понадобятся долгие годы, чтобы это дерево укрепить, большой уход. Так и здесь, так и в духовной жизни, и вообще в жизни человеческой. Возьмите спортсмена, да, они же от всего, от многого воздержатся, для чего? Для того, чтобы накопить силы и достичь результата. В принципе, тот же самый подход и в человеческой жизни. И поэтому пост, это не самоограничение слепое. Поститься, а что бы то ни стало, но ради чего? Нет. Это, знаете, это некоторый принцип, а лучше сказать, правило в человеческой жизни. Мы всегда, мы все знаем, что такое грех. Это неправильные мысли, которые влекут, если человек увлекается ими неправильным поступком. Это помышления злые, завистливые и так далее. И вот произошла катастрофа, которая называется в Священном Писании грехом. Когда человек отпал от Бога, совершил грех. Кстати, грех, это означает с греческого метания, амортия, грех означает неправильно выбранная цель, или же, если даже правильно выбранная цель, но человек ее не достиг. Понимаете? Вот в язычестве это неправильно выбранная цель. И когда вы говорите о языческих традициях Масленицы, на самом деле очень четкая иллюстрация того, что мы называем по-славянски тоже грехом. Неправильно выбранная цель. Нужно идти к святости, а человек идет к разголу собственных страстей. А в чем отличие чувства чистого от страсти? Это болезненное, это искаженное чувство, когда любовь превращается в похуй, когда естественный порядок жизни, требующий подкрепления сил, оказывается объедением, пьянством, которое ни к чему хорошему не ведут. Так вот, пост это как правило, которое позволяет нам и помогает нам. Вот эти кривизны неправильных мыслей, ну, мы же очень часто подвержены этим соблазнам. Посмотрели на человека, он нам не понравился, и мы начинаем плохо о нем думать, вместо того, чтобы, если даже он нам не понравился. Ну, вот приходят иногда в храм люди, страждущие какими-то страстями, там, винопитие. Но самое главное, это не дать ему просто, там, сто рублей на хлеб или накормить или дать продукт, хотя мы это даем. Самое главное, чтобы помолиться, и чтобы эта молитва отозвалась исправлением человеческой души. Потому что можно дать сто рублей, а этот человек пойдет и на сто рублей возьмет там, рюмку, водки. Таких примеров, к сожалению, очень много. Вот Златоуст говорит, что иногда Бог судит не так, как человек. Он зрит, мы смотрим на лицо, отсюда происходит такое понятие, как лицемерие. А Бог зрит на сердце. Иногда, видя застарелую болезнь сердца, он попускает человеку, не всегда, а иногда, только он знает, испытать скорбь нищеты. Потому что только так возможно пробудить его к сердцу к покаянию. А покаяние, в свою очередь скажу, это тоже перевод греческого слова на славянский метания, то есть изменение к лучшему. И вот пост это и есть средство, время и путь изменения человека к лучшему, а не к худшему. Большое вам спасибо за очень интересную беседу. И у вас есть возможность дать наставление на путствие какое-то мирянам в преддверии Великого Поста. Я очень... Большого Воскресенья. Спасибо, Елена. Я, конечно же, очень рад, что с помощью вашей, вашей телевизионной службы могу всем, кто нас сегодня смотрит, передать свое благословение, пожелать помощи Божьей и от искреннего сердца пожелать обрести путь к Богу. Он у каждого свой, он у каждого благодатный. Ведь Богу нужно не воздержание желудка, а сердце. Вот я очень хочу, чтобы все мы в сокровенности своих сердец на этом пути подвижническом, поста, правильной жизни обрели Бога. Божья вам помощь в этом благодатном делании, которое ведет Пасхи Христовой. Большое спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин